Жизнь порой преподносит удивительные сюрпризы. И чаще всего такие яркие и неожиданные события происходят тогда, когда их совсем не ждёшь. Джозеф тоже не ждал от судьбы никаких подарков. Но одна случайная встреча круто изменила его жизнь, подарив бесконечное количество положительных эмоций. Джозеф – 72-летний вдовец и отец двоих детей, уже давно перестал мечтать о чём-либо. Он прекрасно знал, чего ожидать от каждого нового дня, который, как две капли воды, был похож на предыдущий. Каждое утро он просыпался с первыми лучами солнца, садился на свой велосипед и неторопливо ехал до пекарни, чтобы купить свежие ароматные выпечки. Затем он возвращался домой, завтракал и делал свои обычные дела, пока не наступало время обеда, а потом до вечера возился в своей небольшой мастерской, изобретая какое-нибудь очередное устройство. Вечером он ужинал и, как только солнце скрывалось за горизонтом, ложился в кровать. Но однажды его день пошёл совсем не по плану. На пути в пекарню Джозеф заметил молодую женщину. Она присела возле детской старомодной коляски, в которой громко плакал ребёнок и пыталась приладить на место слетевшее колесо. Джозеф слез с велосипеда и поинтересовался, может ли он чем-то помочь. Девушка подняла на него свои заплаканные глаза и сказала, что была бы счастлива, если бы он помог ей справиться с поломкой. Она всхлипнула, а потом разрыдалась. «Ну-ну, хватит плакать», – сказал Джо, неловко похлопывая незнакомку по плечу. «Потребуется совсем немного времени, и мы исправим поломку». Господи, как же глупо было с моей стороны брать эту старую коляску. Просто именно в ней катали меня, когда я была маленькой, и девушка продолжила, всхлипывать. «Это так здорово», – умилился Джо. «Я храню все игрушки своих детей, хотя они давно уже выросли, и мои внуки совсем не прочь в них поиграть, когда приезжают ко мне». Наконец-то девушка улыбнулась и сказала, что все её детские книжки и игрушки тоже хранятся в родительском доме. И именно там на чердаке она и нашла эту старую коляску. Но и подумать не могла, что она окажется настолько ненадёжной и будет разваливаться прямо на ходу. А ведь её так захлестнула ностальгия. «Давайте-ка посмотрим, что у нас тут за проблема», – сказал Джозеф. Он подошёл к багажнику своего велосипеда и как фокусник достал небольшую сумочку с инструментами. Опустившись на колени рядом с коляской и осмотрев колесо, нужно просто подтянуть одну из гаек. Он попросил девушку взять ребёнка на руки, чтобы не напугать его во время ремонта, ведь коляску могло здорово так тряхнуть. Отойдя в сторону, они наблюдали, как всего за пару минут коляска была готова к дальнейшей прогулке. Колесо стояло на месте, а гайка крепко затянута. Всё это вызвало у молодой женщины настоящий восторг. Она начала сердечно благодарить своего спасителя, который так вовремя встретился на пути и не дал всему дню пойти наперекосяк. Она сказала, что только что приехала в этот городок из Калифорнии, чтобы вспомнить детство, проведённое здесь. «Вам здорово повезло. Я ни разу не выезжал отсюда и никогда не видел океан», – мечтательно сообщил Джо. «Как же зовут эту маленькую принцессу?» «Это Элен, а я Джилл», – представилась девушка. «В Калифорнии действительно прекрасно. Но мне так хотелось, чтобы моя крошка сделала свои первые шаги в том же доме, что и я». Тут глаза Джейн стали снова наполняться слезами. Оказалось, что её родители умерли всего год назад, и она очень сильно по ним скучает. «Слушай, Джилл, не откажут ли эти две очаровательные леди составить мне компанию и выпить кофе?» И Джозеф повёл их в свою любимую кофейню, где они долго болтали обо всём, пока малышка играла в своей коляске. Когда настало время прощаться, Джейн поинтересовалась у Джо, не занят ли он завтра и не будет ли он сопровождать их в небольшой поездке? Получив положительный ответ, они договорились, что она заедет за ним завтра рано утром. Джозеф был на крыльце, когда к дому подъехала шикарная чёрная машина. За рулём был шофёр, а внутри сидела и улыбалась Джейн. Он до последнего не знал, что за сюрприз его ожидает и куда они направляются. Но когда они въехали на территорию аэродрома и остановились у частного самолёта, он буквально потерял дар речи и застыл на месте. «Мы едем на пляж», – сказала Джил, читая вопрос в удивлённых глазах Джо. «Ты увидишь океан. И это моя благодарность тебе, потому что ты не прошёл мимо, как сделали многие другие. Ты не пожалел своего времени и помог мне и моей дочурке. Теперь моя очередь. Я помогу исполниться твоей мечте». «Я полечу на самолёте. Я увижу океан». Казалось, он до сих пор не верил, что это происходит наяву. Как потом рассказала девушка, её родители владели бизнесом, связанным с частными авиаперевозками. И после их смерти компания досталась ей. Джозеф очень подружился с Джил и всегда был рад видеть её и малышку у себя в гостях, став для неё настоящим дедушкой. Вот так Джозеф, который и представить не мог, что его скучная и размеренная жизнь когда-нибудь так круто изменится, осуществил свою мечту и отправился к океану. А всё потому, что он не разучился делать добро и оказывать помощь нуждающимся, не думая о своей выгоде. На этом всё друзья! Делитесь видео, пишите комментарии и ставьте лайки. До скорого!